Совсем скоро Россия и весь мир будут отмечать великий праздник, День Победы. Прошло уже 73 года, дети войны уже сами вырастили детей и внуков, нянчат правнуков. Но сколько бы времени ни прошло, они будут вспоминать свое трудное военное детство. Как героиня нашего сюжета Вера Павловна Ищенко. Активный, неравнодушный и не сидящий на одном месте бабе Вере, а именно так она просит себя называть и не дашь 80 лет. Всю свою жизнь она привыкла работать, как, впрочем, и все дети войны. Ей было лишь 7 лет, когда началась Великая Отечественная. В далеком 41-м ее семью, маму, бабушку и брата эвакуировали из Москвы в Чувашию, в поселок Вурнары. Какой народ у нас был городский? Той маникюр надо, той педикюр надо, да, тут какой-то педикюр, маникюр. Тут надо лопату в руки, чтобы не сдохнуть. Семья Матвеевых сначала поселилась в местном клубе. Было трудно, но местные жители как могли опекали эвакуированных. Дорогой мой чувашский народ, вы нас в то время не бросили. Кто картошку везет с деревень в мундирах, картошка вареная. И по-чувашски там шамах называли, вот такое с теста, значит, вот такие кругляшки. Эта еда была в то время такая сладкая. Вот сейчас на детей я смотрю, и мне кажется, что картошка того времени была слаще, чем они вот жвачку жуют. Чуть позже они подселились к двум сироткам, оставшимся из-за войны без родителей. Мать с бабусей вот такой мешок, длинную перину какую-то сшили. Набили туда сено, соломали, чего ли. И вот мы четыре несовершеннолетних на этом матрасе спали. Уже как родные. Они по-русски не знают, мы по-чувашски не знаем. Ля-ля, маля, туда-сюда. Но жрать хочется, значит, уже тут ничего не скажешь. Есть хотелось всем, но не хватало продуктов. Самое лучшее отдавали фонд помощи Красной Армии. У семьи Матвеевых оказалось ружье, но не было патронов. Их Вера со старшим братом изготавливали сами. Брали олово, топили его на сковородке и скатывали в маленькие шарики. Так они охотились на грачей и диких голубей. Рано утром летят с леса и садятся соль клевать. А мы, значит, их там кучу этой стреляем, принесем, бывало, с этим, с братом этих голубей. И бабуся, мамина мать, значит, их общипает, варит. И вот это помню. В котле, значит, вот этих голубей ели. Ну, выжили. Сейчас на вопрос, чего вам больше не хватало, отвечает, не задумываясь, солнцем. Хотелось, чтобы солнышко светило, блистало солнышко. А солнышко-то мы не видели в работе полностью. Не до солнца, не до месяца, не до звезд. Не было времени. И солнце, и звезды зажглись в тот момент, когда объявили об окончании войны. Этот день баба Вера помнит, как сейчас. Я не помню, чтобы кто-то радовался. Все плакали почему-то. Потому что выходит, тот без руки, тот без ноги, тот еще. И все плачут. Вот это запомнилось. После войны Вера Павловна почти 30 лет проработала в органах по борьбе с экономическими преступлениями. Много занималась общественной работой. Была и в составе школьного родительского комитета. Она и сейчас продолжает помогать другим. И считает, что самое главное – жить дружно, разделяя на всех и трудности, и успехи. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.